Хорошо. Хорошо. Кто-то что-то сказать хотел? Да, да, Игнатий Тихонович, мир вам. Слышно меня? Ну, слышно вас, да. Ага, Ксения Михайлова. Игнатий Тихонович, вот в Священописании написано, умножая знания, умножаешь скорбь. А сейчас век такой, вот этой вот информации, такой скоростной. И народ все больше и больше узнает об этом мире с очень большой скоростью. После этого получится ли так, что народ начинает безумствовать просто? Он не умнее становится, а глупее. Что он уже правду от лжи перестает отличать. Вообще есть такое? Вот у меня дети учатся в школе. И когда я училась в школе, и они учатся в школе. Там такое количество информации неперевариваемой вообще в них вдалбливают, что они просто сходят с ума. От этого количества информации можно сойти с ума вообще? Да, смотря какая информация. Бывает такая угрожающая, что вот разные вышки стоят, выйти из дома нельзя, там заражение идет. Сколько маньяков. Дети теряются массово, конечно. А вот некоторые уже детей не пускают в школу, в домашнее обучение. Но это деньги платить большие надо. Школа сегодня, это развратный пункт. Они всякие пакости там улучшаются. Ну все. Я поняла. Но у меня ребенок ходит в частную, там шесть человек всего их в школе. И даже там то же самое и происходит. Ну ладно, я поняла. Спасибо. Надо к таким прислоняться, где верующие люди. Вот у нас здесь ни одного плохого слова не слышно. Нету совсем. А в чатру летку только заходишь, они... Первое слово. Он меня видит, и первый матерок у него из-за рта вылазит. Сатана захватил, никогда уже не отдаст свои рубежи. От слов своих человек оправдается и осудится. Поэтому дети есть, значит, надо думать. И будут, говорит, выходить замуж, жениться. И что из этого получается. Ювенальную юстицию отбирают. Удушающая любовь. Вон в одной Франции, говорит, уже больше двух с половиной миллионов детей отобрали. Это же всемирная подготовка к антихристу. А нужны зомби, чтобы выполнял, делался и никуда не лез. Вот великий инквизитор-то здесь смотрели, Достоевского. Это и есть. Везде разрешается грех, и дети к этому приучаются. И идут, причащаются после этого. Это все зависит от нас, если мы доверяемся Богу. Тогда мимо все это проходит, и ты даже не видишь этого. Даже в поезде вот едешь где-то. Какие у тебя собеседники? Мне вот приходилось много ездить раньше. Проводиться не может по коридору пройти. Ну, общий вагон. Столько людей собирается вокруг, слушают. Это же было и в Третьяковской галерее. Там иконы висели. Я стал объяснять. Полностью один к одному люди набились. Милицию вызвали. Милиция не может подойти. То есть, если мы были бы свидетели... Вот сейчас вышла речь о патриархе Кирилла. Прямо призывать начал. Но это еще более ранний был у него период. На проповедь. И менять тактику надо. Говорить надо везде. Ну, проспали, прошляпали. Ну, вот так. Игнатий, еще последний вопрос. Вы как-то, ну, периодически говорите, что раньше люди... Вот вы же много с людьми общались. Раньше люди, дети, например, даже там, учащиеся, были другие. Вообще люди были другие, чем сейчас. Вот какие качества люди уже практически совсем утратили? Просто вы с тех времен, а мы уже думаем, что, может быть, тех качеств и вы вообще-то нет. Особенно наши дети так думают. Какие качества люди уже почти утратили? Хорошие, такие, положительные, которые, вот, например, я сейчас бы хотела в своих детях воспитать. О которых я уже и не знаю, что они должны быть в людях. Господь позволил мне создать детский лагерь, трудовой называется, в честь Климента Анкирского. Зарегистрировать его в Краевом отделе юстиции. Я директор этого лагеря 45 лет. Передо мной прошли тысячи детей. Лагеря такого никогда не было. Нигде. Встаем, дети, полный подъем в 5 утра. Молитва. Ну и все дальше. Начинается с чтения Слова Божия. Там искупаются. Работа. И я на глазах видел, как деградирует нация. Какие самые главные? Это смелость. Вот он согрешил, на покаяние не идет. Так и здесь. Вот он что бы ни сделал, он, главное, рукой хватается за задницу, чтобы только ему не попало. А на другого свалит. Неинтересно. Раньше можно было слышать, как подходят, спрашивают. Везде все. Я их веду в лес. Везде все рассказывают. Спрашивают. А это дерево чего? А чего эта травинка? Дальше уже не перестала это. Походливая. Вот об этом говорил Федор Михайлович Достоевский. Что десятилетние и уже развратные. Десятилетние и уже развратные. Дважды повторяют. А сегодня намного раньше. Вот сейчас пишут, показывают. Мальчишка в 8 лет неполных изнасиловал девочку в машине. А что с него будет? Вот этот маньяк и вырастает. Душить будет старух. Как этого сейчас задержали, он больше 30. Кому сумку поднести? Бабка его до дому допускает. Он задушил ее. Все забрал и ушел. И по разным городам. Это же дети сегодняшние. Больше всего влияет на потерю памяти и всего. Разврат натуральный. И компьютерные игры. Знания, которые много. Они развивают знания этих человек. А как бы я поступил? Вот случилось, что сбросили две атомные бомбы. Хиросима Нагасаки. Америка находится в военном положении против японцев. Но учительница американская детям в одной школе стала говорить, как погибали дети, сгорали. Одна тень остается от них. И дети вместе с ней плакали. У нас бы за это ее расстреляли. А там все сошло ей с рук. Вот это надо закладывать. В дети сострадание. А не так, что если ребенок хромает или что-то, они идут и сзади его дрожат. В наши дни, вот я учился когда, никогда этого не было. Наоборот, как ему сделать легче и что-то. Это эгоизм, пустословие, сквернословие. Этого раньше не было. Но у меня это настолько было строго, что я его нахожу физически. И все родители, давая ребенка мне, расписывались, что я имею право наказать этого ребенка. Крапивой там, авоськой. У меня в лагере этого не было. И все на полном серьезе. Не так, что сделал, да ладно как. И знать, как наказать. Ну, про наш лагерь далеко было известно. И назначили, прилетела даже Ксения Деннон из Лондона. Ей с останки надали какого-то Юрия. Он привез ее. У нас поется песня. Лагерь встан в степи на навозной куче. Что может быть круче? И она была, и потом большую статью написала. Исполнение мечты в сибирских степях. Как она была? Хорошая. Ксения Деннон. Вот. В то время присылали разных людей. У меня профессора приезжали. Смотрели, записывали. И все. Как могу я поправиться с такой массой? Речь идет о тысячах детей. Которые за эти годы вместе были. В среднем у меня за лето было 108-109. Это надо было строение построить. Где им ночевать? Там простые совсем. Дети. Кормить как их. Ни один не заболел. Если он был баловался там табаком, куревым, наркотиками, это уходит из него. Каждый день шла работа. И вот они сидели, все записывали. А вот этого откуда взяли? Я говорю, это взял я от Японии. Почему? Не стонать, не показывать виду, что больно. Конзио. Национальный культ. А это, это я взял от англичан. Если легли спать и заговорил кто-то, или он выходит, или все с ним вместе. А так как два часа долго стоять, по полчаса. А потом я их веду, рассказываю звезды, перепелка, кричит совята. То есть все время я работаю с ними. И дальше уже стали дети, перестали интересоваться. Воруют. Но у меня это своруют один раз, дальше не получится. Вот такое дело. Вот эти качества надо воспитывать в ребенке. Не стонать. Никогда не ябедничать. Если на другого придет, не предупредив его, сначала ребенка, пойдем вместе разберемся, то он наказан будет за то, что умеет ябедничать. Но такого лагеря-то больше не было нигде. У меня один год было два года, два уголовных возвели дело против меня, другой год было три. Я во всех вышел победителем. Работа идет. На это кто пойдет? Нервов не хватит. Ну мы ходим и ягоды собираем, и сами работаем, и дрова пилят. Раз в шесть в день купаются. Отдельно мальчики и девочки в храме отдельно стоят. Вот надо заниматься, любить свое дело, любить детей подрастающих. Вот прислали детей два парня, ну там разный возраст, 14, там бывает 8. Оба родители сидят за убийство. Что я ему дам? Вот нужно дать так, чтобы он и родители вернулся, не отвернулся от них. И здесь поступил так, чтобы... Вот одна девочка привезли, там учитель, знакомый нам в школе, а ей где-то лет 8. Она с бабушкой живет. Мать запилась. Она доит корову сама, это Иринка, и выходит на трассу Барнаул-Новосибирск, продает молоко одна, чтобы на хлеб деньги были. Ее привезли ко мне, она вся в овшах. И кто-то ее обозвал вшивая. Ну мы сразу начали выводить, у нас специально здесь есть с керосином, мыло там, ну рецепт такой есть. А мальчик-то обозвал ее, я сразу ударил в колокол. Кто обозвал? Вышел. Давай ищи в шею у ней. Ну еще он найдет, когда их нет. Вот сегодня я тебя наказываю. С сегодняшнего дня ты будешь сирой играть и защищать ее. Наказание-то какое. Ты посмотри, какая она красавица растет. Лет 10 придет, ты вокруг нее винтом будешь ходить. Все смеются. Если бы боялся, что крапиву накажу, эту крапиву жгучая такая, я зубами рву перед ним, у меня пузыри. Ой, другой, который испугался. Нет, я не боюсь, накажите меня. То есть все время надо менять тактику. У меня некоторые были 18 лет, приезжала мать уже с детьми своими. Это все многое. 475 роликов про лагерь снято. А один лагерь такой был не в России, не в Советском Союзе, а во всем мире. Надо идти непроторенной тропою. Сырину поднимать. Я много ездил по миру, где вызывали после освобождения меня, и в скаутские лагеря видел, как перед флагом стоит там поп или дьякон, и в этот день постный, а им не разрешают поститься. Я говорю, я вас бы даже в свой лагерь за ограду не пустил, ваших воспитателей. Это фактически я объявляю войну всякому воспитанию. И каждый день слово Божие с толкованием, молитва, колокольный звон, там колокола разные наделали, то пустой баллон, то от газа. Вот поняли, что нужно делать? Себя отдать на это. А у нас был один, начал критиковать, да не какой-то, а в миссионерском отделе в другом городе. Я, говорит, однажды взял их там, я не знаю сколько дней, человек 10 что ли было. Да я за неделю с ума с ними сошел, они в разные стороны. А надо, чтобы не в стороны. Он на вытяжку стоит. И если плохо, он бы другой год не приехал, он уже никуда не идет, только к нам. Сто процентная защита ребенка от унижения, от оскорбления, от побиения. Больше нигде этого не было. Мы этот опыт, нас все-таки пришлось закрыть лагерь. Но 45 лет я директор был. И теперь у него сделали музей для бедных лагерей. Музей-комплекс называется. И там прокуратура, все бульдизера, чтобы с нас смести. И ничего не могли сделать. Я послал тут и в Думу, и Зюганову, и Полонской, всем. Ну и оттуда в прокуратуру запросы этого полковника, видимо, приструнили, и он отстал от нас. Вот в этот год прошел, против нас опять уголовное дело было. Березки спилили. А березки-то наши, и нам нужно пруд восстанавливать. Ну, безумные. Ну, пришлось все согласиться, и они сняли обвинения. Муниципальные оказались они, а не государственные. А если государственные, там бы закрыли. Лагеря стали закрывать, когда утонули там в самом озере. Восемь или девять учеников этих. Кто они там были? Дети. И везде от президента данный указ был проверить лагеря. Проверить, да проще закрыть. И стали закрывать на целой области, ни одного лагеря нету. И на нас навалились. И когда мы увидели, абсолютно нельзя работать. Милицейская машина рядом стоит день и ночь. Вахту несут. Любого ребенка схватить, допросить, где он есть. К родителям. А родителям говорят, если против Лапкина не подадите, ребенка отнимем. А как подать? Сказать, что мальчики спали с девочками и прочую гнусность. Но никто не пошел на это. Потому что где у меня для девочек отдельно стоят строения? Мальчики не имеют права даже пройти рядом. Ну, возьмешь на себя это. Надо питание, чтобы было хорошее. Питание. Разнообразное. Посты строго соблюдать. Мне... Я говорю, это то, что всем известно. И это не мое. Это Господь делает. Господь. У меня нет образования гуманитарного и религиозного. Нету. Я ко всему присматриваюсь. Заметил там в Новой Зеландии, какие правила-то. Сразу применяю к себе. Отовсюду. Я хорошее нашел у баптистов, у католиков, у мусульман. Павел говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вот именно на практике это. Пойдете на это? И такие же у нас девушки, которые были, взрослые женщины работали. Она должна где молчать, знать, где сказать. Я их наказываю, воспитатели так же. Вот какое дело. Ну что, Ксения, пойдешь на такую работу? Организуйте лагеря себе. Берите детей. Мне бы с двумя справиться. Так справиться-то можно было бы. Приезжали начальники лагерей других и говорят, если я так буду делать, меня посадят. Я говорю, а ты добейся, чтобы не садили. Ко мне приезжает полковник, начальник летного авиационного училища высшего. И увидел, какой порядок. Хлебом не кидаются. За 20 лет ни одна ложка ни съедены не осталось. Обязан залезать ее, поднять и дном показать дежурную напротив каждого стола. Я должен был все это обиходить. Особая форма надета. Он говорит, у меня в военном училище нет такой дисциплины. Сергей Живанширович Акопян. Вот у нас, я смотрю здесь, вот Николай Георгиевич Кузьмин. Он может сказать, что сейчас лагеря не было, но с детьми-то приезжают. И дети, что попало, не делают. И они работают до обеда. Он должен приучиться ценить работу, отца и прочее. Что, Николай Георгиевич, видел у нас такое? Вот здесь, вон там он закрылся листиками. Надо сказать, чтобы переменил ее. Отец Наум Борщукой. Наум Израилевич. Еврей. В моем доме встретились, он стал священником православным. Следователь КГБ у меня был. Обратился, стал священником. Но это нельзя сделать самому никак. Это Господь благодать Духа Святого делает. И сеющий, поливающий ничто, но все, Бог возвращающий. И вот сейчас мои книги берут. У меня их 38 книг вышло. За 8,5 лет. Каждая книга 752 страницы. Этого нигде в мире нету. Стихотворения, и напротив, каждое стихотворение у меня, это 9, 4 тома по 800 страниц. Обычно стихи-то они там, ну, махонькие. А это 800, 4 тома. 3 467 стихотворений на пол. И все это, да, показать даже боязно. Примерно 78 положено на музыку композиторами. Поется в интернете. Как? Я своим ничего признать не могу. Настолько это выше моего уровня образования. Откуда приходят люди? Вот посмотрю здесь сиротки Николай. Я уже, ну, не боюсь сказать, смотреть. Сколько он сделал? Как он расширил то, что у меня в интернете? Он сделал доступным. Это же надо день и ночь годами работать. У меня своих только роликов 23 тысячи. Больше 6 тысяч ни у кого нету в интернете. И он все это разградуировал там, как брать, как легче, чтобы выделить. Ну, я его не знал. Господь послал его. Вот я сейчас разговариваю. Я не знаю, меня тут Антоний Ермолин слышит, нет? Антоний, вы меня слышите? Наверное, ушел. Хотел ближе познакомиться. У него такая тайка интонации, голос. Я сегодня буду рассылать. Тут вчера сестра одна попросила, что делать. Вот, ну, муж, я мужа слушаюсь. Он говорит, в больницу вези ребенка заболел. А ему хуже стало. Что делать? А у меня на это стихотворение. Я буду посылать не по одному, а сразу по 10. По 10. И мне надо, чтобы их насчитали. Я послушал сегодня тембр голоса. Это как раз то, что надо. Слышу, Игнать Игоревич. Мир вам. Как? Можно с вами договориться, чтобы стихи насчитали? Можно. Можно. Каждое стихотворение 9 куплетов, 4 строчки в куплете, 36 эпигров бывает. И вот сами там картинку поставить. И надо считать так, чтобы текст как бы выплывал вместе с сочтением. Видно его было. Сделать доступным. И во всем этом о болезни говорится, как о смерти. У меня все стихи в один файл составлены. Мне легко искать. Я сразу сказал, болезнь, смерть. Ну, и вчера весь день просидел, выбрал, наконец. Вот сейчас я их буду обрабатывать, и вам тогда пошлю. Первую и вторую партию. А вы потом, когда будете делать, выставляете мне, говорите, я заберу. Вот надо бы познакомиться. Тут какие до этого у меня были щтецы. Кажется, 4 щтеца. Как они считали? Ой. Ну, как-то. Как женился человек, так пропал. Нету. Казалось бы, вдвоем теперь. Нет. Кто не женится, все уходят. Их нету нигде. Такая пара. А они друг друга не могут спасти. Муж сказал, я здесь был, здесь остаюсь и не командуется. Заранее договориться. Только женился и исчез. И притом, он живой, я вижу, живой. Ну вот, все. Благодарю, Игнатий Тихонович. Давай, начинай, на новый уровень переходи. Спасибо, Христос. Надо договориться, если сможешь, то летом приехать. Мы теперь по домам принимаем. Лагерь я ликвидировал, команду волонтеров распустил. Невозможно. Пропуска нету. Милицейские машины день и ночь караулят. А теперь кого, детей, если они схватят, они сообщают адрес. А по адресу идут, говорят, представители прокуратуры. И начинают говорить, вы на Лапкино скажите, вот то и то, иначе детей отнимем. Но ни один родитель на это не пошел. Вот как Бог сделал. Ну, все, тогда я закрываюсь. Отошел.